Представительница Дагестана стала победительницей Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок». В этом году он прошёл в Твери уже в шестой раз и собрал около 200 участников из многих регионов страны. Традицию проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» заложил Андрей Дементьев. Его идею поддержали региональные власти. По мнению губернатора Игоря Рудени, это самая настоящая мастерская для творческого поиска и профессионального роста талантливых мастеров слова. В этом году церемония открытия совпала с днём рождения нашего знаменитого земляка. Истоки поэзии Андрея Дмитриевича рождались здесь. Отсюда, в Словских берегов, началась его поэзия. И мощным потоком, который дала эта земля, конечно, вылилась в те книги, в ту деятельность, которой занимался всю жизнь политическую деятельность более 60 лет. Почтить память поэта на церемонию открытия приехали известные актёры-деятели искусств. Среди них и заслуженный артист Российской Федерации Валерий Баринов, который многие годы дружил с Андреем Дементьевым. Удивительно был, щедрый человек. Спасибо, щедрый. Каждая встреча с ним, это вот знаете, вот сейчас облака и солнце, да? Это как будто луч солнца. Конечно же, со сцены звучали и стихи участников конкурса. В этом году в столицу Верхней Волжи съехались около 200 авторов. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Северодвинска, Старого Скола, Кемерово, Махачкалы и других городов. Всего представители нескольких десятков регионов России. Были, конечно, среди них и тверичане. Например, преподавательница медуниверситета Алена Андрианова. Со школы решила писать стихи, как-то все, вот душа лежит к стихам, вот и пишу. Ну и не мешает профессия заниматься таким любимым делом. Вдохновляет, конечно, да, то есть и общение со студентами, да, и вообще вот как-то каждый раз какие-то такие эмоции, когда испытываешь, все равно хочется какие-то стихи писать. Итоги конкурса «Зеленый листок», включавшего в себя не только выступления участников, но и мастер-классы, подвели на следующий день, в воскресенье, 17 июля. Третье место заняла тверичанка Алиса Королева. Пальму первенства жюри отдала жительнице Махачкалы Айшат Астанбековой. Я не могу представить свою жизнь без стихотложения, потому что каждый раз, когда я чувствую, что мне нужно выразить свои чувства, и я не знаю, как иначе это сделать, я пишу стихи, потому что мне кажется, каждый человек рано или поздно чувствует, что ему нужно сказать что-нибудь о себе миру, и искусство – это лучший способ выразить себя. Всем лауреатам конкурса были вручены награды и специальные призы. Бронзовые статуэтки «Зеленый листок», работы народного художника России Андрея Ковальчука. Победители также получат право на публикацию в поэтическом сборнике «Зеленый листок». Продолжение следует... Продолжение следует...